Тверь-Стат обнародовала статистику цен на ноябрь 2020 года. Оказалось, что цены подросли больше всего на сахар и растительное масло. Впрочем, это заметили сами жители, которые приняли участие в опросе на улицах Твери. С чем связывают специалисты повышения цен именно в нашем регионе, об этом рассказал в интервью руководитель ведомства Виктор Кулаков. Чаще всего жители Твери посещают продуктовые магазины. В первую очередь покупают хлеб, молоко, круп и сахар. В излишестве себе отказывают. Причина, очевидно, цены выросли. Поэтому приходится экономить. Достаточно внимательно посмотреть на свой чек на кассе. Об этом жители сказали нам в интервью. Повышаются цены. По общему чеку видно, что обычный набор продукт, но резко, очень резко. Ну, раза в два это точно, наверное. Повысились немножко, повысились набрать. Сахар, молоко. А вот уже постепенно сейчас начинается снизиться уже. Заметила, что чуть дешевле стало. А, что-то подешевело. А вот какие, например, товары? Ну, видела, что сахар, гречка. Дешевле становится, масло уже подешевле. А вот до этого сколько оно стоило примерно? Ой, столичними были. А сейчас вот где-то 80-60 с чем-то. Жители Твери почувствовали на себе повышение цен на продукты питания, точнее, на своем бюджете. Хотя, если сравнить данные за ноябрь этого года, с октябрем наибольший рост цен зафиксирован как раз-таки на непродовольственные товары. Например, на электроприборы, хозяйственные или бытовые товары. Это произошло незаметно, потому что покупательная способность снизилась, объясняют специалисты. Следом за непродовольственными товарами цены изменились и на продукты питания. В частности, на те, что пользуются наибольшим спросом. Куры на 2,4%, неразделанная свежая рыба, рост 6,7%, подсолнечное масло подорожало более чем на 10%, сахарный песок на 7,8%, яйца куриные 8,2%, ну и какао на 7,3%. Остальные продукты, в общем-то, так ровно дорожали в пределах от 0,5% до 4%. Кроме того, цены выросли на картофель, помидоры и огурцы. Но кое-что из продуктового списка подешевело. Например, оливковое масло, говядина и свинина, морковь и свекла стали стоить меньше. Как поясняют в Тверстате, колебания цен в большей степени связаны с ценовой политикой федеральных и региональных торговых сетей. А в этом году на стоимость товаров повлияла и эпидемиологическая ситуация. По сравнению с ноябрем 2019 года мы можем отметить, что уровень инфляции у нас в три раза больше в ноябре текущего года. 0,6% против 0,2% в ноябре 2019 года. Общая инфляция в регионе за ноябрь месяц составила 4,9%, тогда как в октябре она оставалась на уровне 4,5%. Однако рост цен именно в Тверской области, хоть и связан с тенденциями по стране, но имеет отличия. Так, средняя инфляция в Центральном федеральном округе в ноябре составила 4,2%, что ниже, чем в Верхней Волжье. Эксперты связывают это с тем, что в Тверской области доля продовольствия в потреблении выше, чем в среднем по округу. Говорить о будущих тенденциях специалисты не берутся, так как статистика — это наука, где анализируют полученные данные на основе различных цифр и показателей. Однако к этой теме мы еще вернемся в наших ближайших выпусках новостей, так как сейчас сдерживание роста цен находится на контроле правительства РФ и региональных органов власти.